Здравствуйте, господин Помок. Спасибо большое, что с нами не отказались встретиться. Я вас поздравляю с тем, что вы теперь почётный доктор Петербургского государственного университета. Здесь работает ваша переводчица, Полинария Аврутина, переводчица ваших последних книг. Интересно, как вы с ней работаете? Как вы определяете, какой перевод лучше, какой хуже? Доверяете ли переводчику или уделяете много времени именно совместной работе, обсуждению каких-то деталей и каких-то особенностей книги? Полина, я очень благодарен Полине, считая, что она замечательный переводчик. Но, конечно, нам очень сложно сейчас говорить на эти темы, потому что вот мы сейчас с вами разговариваем о бедной. Полина переводит. Я чувствую, что я в очень надёжных руках, я благодарен ей. И как мы вместе работаем, она задаёт мне вопросы, она всегда очень добра и терпелива ко мне. Но у меня плохой характер, я иногда нервничаю. Для меня огромное удовольствие работать с Полиной, потому что я многое узнаю от неё. Не только о том, что происходит в России, но и о том, что происходит в Турции. Она очень часто бывает в Турции. Постоянно рассказывает мне всякие турецкие новости, о которых я не знаю. Кроме того, она дружит с моими переводчиками, с тюркологами, с моей финской переводчицей, с моей корейской переводчицей и с другими переводчиками. И от Полины именно о них узнаю. Новости именно от Полины. Вы очень любите русских писателей и Достоевского, наверное, на первом месте. Вы, наверное, хорошо знаете город Достоевского. Вот любите ли вы приехать сюда, пройтись по этим местам? Потому что у него всегда очень точная топография в романах. Наверняка знаете и лестницу Раскольников. На самом деле, в первый свой визит я был в музее Достоевского. А во второй свой визит ходил по Петербургу Достоевского и видел лестницу Раскольникова. Для меня всегда особенное удовольствие приезжать в Петербург. Иметь возможность бродить по маленьким улочкам Петербурга в центре города. И, кроме того, ощущать эту атмосферу Достоевского. Помимо этого, я очень люблю ходить в маленькие кафе, ресторанчики, в маленькие, может быть, заведения, где сидят простые люди. И, находясь там, я ощущаю ту самую атмосферу, которая описана в романах Достоевского. Бывают ли у вас, как у писателя, любимые герои? Можете ли вы кому-то симпатизировать? Или вы смотрите немного со стороны на ваших героев, так бесстрастно наблюдаете, что с ними будет? Я могу сказать, что и так, и так. Потому что писать романы означает рассказывать. Либо рассказывать свою собственную историю глазами другого человека, либо рассказывать историю другого человека своими собственными глазами. И мне очень приятно, когда я работаю, во-первых, проникать в сознание моего героя и смотреть на мир его глазами. А во-вторых, писать об этом герое глазами совершенно постороннего человека, который ничего о нём не знает. Это такая игра для меня. В вашей последней книге «Ржеволосая женщина» действуют два героя. Главный герой обращён в сторону западных ценностей, а его вновь обретённый сын смотрит в сторону традиций. Кому вы больше симпатизируете? И возможно ли это соединение вот этих ценностей? Мне кажется, умение писателя заключается как раз в том, чтобы не занимать нищую сторону и быть максимально объективным. Цель писателя не в том, чтобы показать личные отношения или личные переживания, а в том, чтобы их не показать. Если говорить о сегодняшней Турции, то я, конечно же, такой европеизированный человек, далёкий от традиционных взглядов, обращённый в сторону Европы. Архан Бей говорил, что искусство и мастерство современного писателя заключается как раз в том, чтобы сохранять культурное наследие, не открещиваться от него. Я хочу сказать, что «Ржеволосая женщина» — мой роман, который вышел на русском языке, показывает и моё, и наше общее положение между Востоком и Западом. И показывает то, что я интересуюсь и историческими ценностями, культурными ценностями Европы, и в то же время и ценностями современными, и в то же время я интересуюсь традиционными ценностями. Всё, что связано с нашими традициями, с нашим бытом, с нашей жизнью в прежние века. Книга — это история, во-первых, о том, как мастер колодезных дел, мастер вместе со своим подмастерьем ищет воду на пустом участке. А с другой стороны, это сравнение двух историй — Сафокла, царь Эдип и древнеперсидского эпоса. Истории из древнеперсидского эпоса. Шак-Намэ — история Рустама из Сухраба. Про нашу страну, Россию, тоже очень много было споров, и они продолжаются, такие традиционные споры о том, чего в нас больше в России, западного или восточного, как по-вашему? На самом деле, глазами турка Россия больше европейская страна, чем восточная. И Петербург — это самый европейский город в России. И, конечно же, не случайно, что в России появился царь Пётр Великий, а в Турции появился Кемаль Ататюрк, который сделал в Турции то же самое, что царь Пётр Великий сделал в России. И появление Достоевского в этой связи, конечно же, тоже не случайность. Я хочу тут провести параллель, потому что, по сути дела, я делаю то же самое, что делал Достоевский в России. Но мне кажется, говоря о личном опыте, я имею в виду, что, во-первых, Достоевский попытался сохранить русскую культуру в своих романах перед лицом европеизации страны. Конечно, таких писателей было после Достоевского очень много, и сейчас немало. Но дело всё в том, что Достоевский первым в мировой литературе столкнулся с процессом европеизации страны. В общем, мне кажется, он первым заговорил об этом языком литературы. Вот в этом его заслуга. Я знаю, что вы начинали как художник, и мне кажется, это для вас очень важно, это очень чувствуется в ваших книгах. Вы как будто бы рисуете такие декорации для сцены в каком-то театре. Так это или не так? И традиционный вопрос, какого цвета будет ваша следующая книга, и будет ли такая книга. Большое спасибо за такое внимание. Я, наверное, более визуально привык воспринимать различные образы и работать с ними на визуальной основе. Но я не один такой писатель. Ведь и Толстой, и Набоков были именно такими писателями, которые работали с образами. И мне кажется, я не один такой писатель в мире, который прежде чем что-то написать, какую-либо сцену, прежде видит фильм, просматривает фильм в своей голове, потом только записывает эту сцену. И, конечно, прежде чем написать о чём-либо, я воображаю эту сцену в своём сознании, во всех деталях, а потом пишу. Спасибо большое, что были с нами. Ещё раз вас поздравляем. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо.